МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главная задача – вовремя провести все необходимые агротехнические мероприятия, в том числе проработать тактику защиты от вредителей и болезней, определить дозы внесения азотных удобрений. Они в хозяйствах края есть в полном объеме. Как эта работа ведется и какие прогнозы на урожай, обсудим с Николаем Гренадеровым, заместителем начальника управления растеневодства Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. Николай Васильевич с нами на видеосвязи. Я вас приветствую. Добрый день. Николай Васильевич, скажите, в чем заключается сегодня подготовка к яровому севу? На каком она этапе, по данным Министерства сельского хозяйства региона? Основная задача сельхозтоваропроизводителя, при подготовке весеннего севу, заключается в том, что необходимость подготовить сельхозтехнику, необходимую для сева, и в проведении вселенных полевых работ, подготовить материально-техническую базу, а также проанализировать наличие минеральных удобрений, средств защиты, необходимых для того, чтобы провести в оптимальные агротехнические сроки весь комплекс мероприятий, запланированных в период сева культуры. В данном случае, как вы уже говорили, сельхозтоваропроизводители в полном мере обеспечены азотными удобрениями для проведения весенней подкормки азимы. Идет накопление сложных минеральных удобрений для проведения ярового сева. И подготовка техники уже проведена где-то на 98-99% готовых к весенним полевым работам. Николай Васильевич, а какое количество яровых Кубань планирует засеять в этом году? Какие культуры? Что касается непосредственно ярового сева, то в этом году действительно планируется посеять порядка 1 миллиона 800 тысяч гектар яровых культур. Среди них это 736 тысяч гектар зерновых, зернобобовых, 842 тысячи гектар технических и порядка 130 тысяч гектар кормовых культур. Эти цифры как разнятся с данными Минсельхоза прошлого года? Ну, в принципе, оно схоже с уровнем прошлого года. Есть небольшое увеличение по некоторым культурам. Так у нас в этом году планируется наращивание площадей под севом таких культур, как зерновой горох. Более чем на 20 тысяч гектар планируется увеличить площадь севы сахарной свеклы, на 15 тысяч гектар сои и озимового ракса уже посеяно более чем на 22 тысячи гектар прошлой осени. Вы употребляете такие слова, как увеличить площади посевные. Вот с чем это связано? И куда дальше еще есть, куда стремиться увеличивать площади? Безусловно, площадь у нас постоянная, но колеблется в пределах севого оборота. В зависимости от потребности необходимых спроса культур идет увеличение либо снижение какой-либо. Так вот, если у нас увеличивается, допустим, в этом году увеличена площадь озимового ракса, то, безусловно, будет снижение ожидаемого подсолнечника, потому что, безусловно, соблюдать все обороты нужно, но земля есть у нас одной площади, поэтому общая площадь у нас будет схожа с прошлым годом, то есть одинаковая. Безусловно, у нас в основном выращиваются те культуры, которые используются спросом, это экспортно-ориентируемые культуры, поэтому увеличена площадь сева озимового ракса, будет увеличиваться площадь севосахарной срок, для того, чтобы обеспечить общую потребность сахара, как и жителей края, так и в целом страны. Да, вы сказали об экспорте как раз, но вот увеличение площадей, что еще это даст региону? Ну, увеличение площадей, тут, понимаете, кроме увеличения площадей необходимо увеличить, прежде всего, урожайность, выход продукции с одного гектара, для того, чтобы обеспечить экспортную составляющую нашей стороны. Безусловно, основная культура, которая у нас направляется на экспорт, это озимая пшеница, поэтому основной доход сельхозтового производителя в растеневодстве непосредственно идет от экспорта данной культуры. Да, Николай Васильевич, вы остаетесь с нами на видеосвязи, сейчас хотелось бы частный пример привести, конкретный с нами на связи по телефону Светлана Юрова, это заместитель главы муниципального образования Гулькевический район. Светлана Андреевна, приветствуем вас. Добрый день. Да, говорим сегодня. Гулькевический район на связи. Отлично. Какую площадь в Гулькевическом районе отвели под Яровые? Общая посевная площадь под урожай 2021 года в муниципальном образовании нашего района составляет более 100 тысяч гектар, конкретно под сев Яровых культур мы планируем провести на площади более 61 тысячи гектар. Это кукуруза, подсолнечник, суя, горох, овощи и сахарная свекла. А всегда таким культурам отдают предпочтение в Гулькевическом районе? Ну, в текущем году, как и в прошлые периоды, предпочтение отдаётся в первую очередь кукурузе на зерно, площадь сева которой составляет более 20 тысяч гектар. В том числе на площади 5100 гектар планируется посеять семенную кукурузу. Мы также планируем осуществить сев сахарной свеклы на площади более 8500 гектар подсолнечника, на площади 7400 гектар сои, на площади 4400 гектар. Хочу отметить, что оптимальные сроки сева на личном контроле главы, потому что в первую очередь залог будущего урожая как раз и являются оптимальные сроки посева этих культур. А что касается ировых, в прошлом сезоне когда начали? Ну, конец февраля мартовские сроки уже были соблюдены. А что касается готовности техники к посевной? Понятно, что сейчас погодные условия, все зависят от этого, но тем не менее работа дальше должна продолжаться. Технику готовите? Сегодня мы уже можем со всей ответственностью заявить, что готовность техники составляет почти 100%. Но отрадно отметить, что машино-тракторный парк в 2020 году у нас на территории района обновился на сумму почти 450 миллионов рублей. Приобретено более 70 единиц сельхозтехники, которые на сегодня выйдут в поля, и наши аграрии будут в сроке осуществлять все полевые работы. Зимний плановый ремонт тракторов и сельхозтехники машин подходит к завершению. Отремонтировано уже более 90% запланированного объема. Светлана Андреевна, а благодаря чему удалось обновить парк? В первую очередь это доступные кредитные ресурсы, это та прибыль, которая получена предприятиями. Мы хотим отметить, что наш район в числе передовиков по определенным видам культур, и мы гордимся этим. И поэтому предприятия понимают, что износ машино-тракторного парка должен минимальным быть, и все новое сегодня должно выйти в поля, где повышенная производительность труда, где, соответственно, и качество закладки урожая будет на более высоком уровне. Спасибо. С нами на связи по телефону была Светлана Ярова, замглавы Гулькевичского района. Мы продолжаем разговор с Николаем Васильевичем Гренадеровым. Он с нами на видеосвязи. Николай Васильевич, вы же слышали наш разговор сейчас? Да, да. Вот нам Светлана Андреевна сказала о сроках начала пассивной в прошлом году. Успеем в эти сроки уложиться в этот раз, как считаете? Придерживаться плана прошлогоднего? Сроки силы нужно разделить на две части. Это срок силы ранних яровых и поздних. Ранних яровых у нас обычно начинается со второй декады марта, а поздних где-то с первой декады апреля. Где-то в этом сроке планируем и начинал. Ну, зависит все, конечно, от погодных условий. У нас сейчас во многих районах края снег выпал. Где-то даже значительное его количество. То есть при наступлении температуры плюс 2 градуса и выше прогрева почвы будет начинаться с сев ранних яровых ультур. Таких как яровой ячмень, яровая пшеница, горох, многолетние травы. После того, как почва прогреется где-то до 10 градусов, слой почвы 5-10 сантиметров, будет начать сев подсолнечника, кукурузы, сои. Максимальный срок, который есть у аграриев, не позже каких чисел февраля или марта даже можно начинать? Что таким пределам? Не позже каких, но это все зависит от процесса физиологической стылости почвы. Потому что, скажем так, при прогреве почвы от 2 градусов уже можно начинать сев. То есть в самое позднее сев это у нас рис, это оканчивает какие-то числа 15-20 мая. Что касается информации Министерства сельского хозяйства региона, какова на сегодняшний день обеспеченность аграриев семенным материалом, удобрениями? Семенным материалом сельхозтоваропроизводителя раннего срока сева обеспечен уже в полном объеме. Продолжается накопление таких культовок, как подсолнечник, кукуруза, сахарная свекла. Где обеспеченность уже составляет более 80%. К началу сева сельхозтоваропроизводители будут в полном объеме обеспечены необходимыми семенами. Вот на примере Гулькевичского района мы поняли, что технику готовят, кое-что даже удалось обновить. Вот взгляд Министерства сельского хозяйства на все это, как вы контролируете, следите за ситуацией во всех районах? И что скажете о технике? Ну, настоящий момент готовность техники, как мы предыдущие сказали, составляет в среднем по крайней мере 98-99%. В зимний период было отремонтировано порядка 17 тысяч единиц различной сельхозтехники, в том числе 6 тысяч тракторов. За прошлый год у нас приобретено около 3 тысяч единиц сельхозтехники и также порядка 750 тракторов. Поэтому вся необходимая техника к началу проведения усилийных полевых работ будет готова к работе. Давайте вернемся к семенным материалам. Что касается семян, удается использовать только отечественные? Ну, в настоящий момент, если проанализировать все культуры, то порядка 65% у нас засевается именно семенами отечественной селекции, только 35% иностранных. Но если мы разберем по культурам, то ситуация несколько разная. Так, допустим, по зерновым колоссовым у нас 100% обеспечит это семена отечественной нашей кубанской селекции. Если у крабашных культур, таких как подсолнечника, куба РУЗа, то это порядка 30% служат из иностранных, а сахарная селекция – 3%. Поэтому данное направление работы непосредственно проводится как министерством, так и нашими селекционерами. В целях увеличения доли семена отечественной селекции проводятся динационные посевы, дни в поле, на которых показывается достижение наших селекционеров, преимущество наших сортов и гибридов перед иностранными. Мы сегодня уже говорили о том, что все сейчас смотрят, какая будет погода, все от этого зависят. Давайте взгляд ученых на эту тему выслушаем. Валентина Василько, профессор кафедры общего и орошаемого земледелия Кубгау, с нами на связи. Валентина Павловна, как слышите нас? Да, слышу, слышу. Да, поясните, насколько, по мнению ученых, такая снежная зима, такое количество снега полезна или не полезна для яровых? Ну, не полезна в любом случае. Наша зона, Краснодарский край, находится практически в зоне в основном недостаточного и неустойчивого увлажнения. Влага нам всегда нужна. Но что касается нынешнего года, 21-го, в слове, который мы сейчас подошли, значит, на 1 февраля запасы влаги были от удовлетворительных до плохих. В северной зоне влаги не хватало, в центральной были удовлетворительные и хорошие по некоторым предшественникам. Вот сейчас, в зависимости от того, сколько выпало снега, ну, давайте так, сухой снег, 1 см снега, 1 мм влаги. Вот если 50 мм выпало, значит, 25 мм влаги. Как будет таять снег, мы не знаем. Если бурно будет таять, высокие температуры на снег, значит, большая часть течет, не успеет. Если медленно будет таять, значит, пополнится где-то на 20 мм, на 25 мм. Это восстановится влага в метровом слое, метр, метр двадцать. Что касается второго и третьего метра, они пока что, к сожалению, не увлажнены. Запасы влаги не восстановились. И для пропажных пульсов это не очень хорошо. Подбирать нужно гибриды, которые будут, скорее всего, идти на скоростелые и слизистые гибриды. Вот такая ситуация. Спасибо. С нами на связи по телефону была Валентина Василько, представитель КубГАУ. Мы продолжаем разговор с Николаем Гренадеровым, представителем Министерства сельского хозяйства нашего края. Николай Васильевич, как вы слышите меня? Да, слышу вас. Да, давайте об озимых поговорим. Допустим, в прошлом году урожайность озимых перевалила за 50 сентнеров с гектара. Какие-то прогнозируемые цифры от Минсельхоза на этот сезон? Ну, безусловно, мы будем стремиться к лучшему. Необходимо восстановить те позиции, которые, наверное, были в прошлом году утеряны. Когда, действительно, прошлый год был сложный год. Проявились и погодные условия у нас. Это заморозки, засуха. В среднем мы по краю собрали более 12 миллионов тонн. Но планы на этот год, конечно, будем стремиться получить значительно выше, чтобы порядка 14 миллионов тонн, конечно, хотелось бы получить. Но во многом все зависит от погодных условий, какие не сложатся на период регитации сельхозкультур. Если сейчас у нас по многим районам края осадки выпали в значительном количестве, но есть также районы, где осадков недостаточно. Как вот сказали уже, запасы продуктивной влаги также разные по районам. Где-то его накопилось, где-то еще также не хватает. Поэтому все зависит от погодных условий, которые сложатся в весенний-летний период. От будет-не будет засуха или сухозеев, период налива зерна. Которые могут очень сильно отразиться на как качестве, так и общем диаметре. Спасибо за исчерпывающие комментарии. С нами на видеосвязи был Николай Гренадеров, заместитель начальника управления растеньеводства Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. Спасибо, что вы остаетесь с нами. Мы увидимся в начале следующего часа.